Друзья всем привет вы на канале Tempo of Play на связи Николай Итак мы закончили это шестая у нас серия напоминаю мы закончили вот на этом сохранении грейс вандир такой вот город и если вы помните был квест который мы не выполнили и оставили мы его на вот эту неделю чтобы подумать как же нам его сделать нигде я его не читал не смотрел но один любезный зритель в манулик выразил очень гениальную идею в конце еще прошлого стрима и посоветовал немножко выпить венца как говорится чтобы это все произошло давайте прочитаю текст принято мистер смит из грейс вандира просит разобраться с зелеными лешими в подвале серого лебедя то есть вот это нам предстоит осуществить разобраться с этими негодяями ну давайте наш хоббит уже готов на вас три лыжи давайте сначала покажу тех кто может быть залетел на эту серию первый раз и еще не видел как я качаюсь а может быть просто кто-то забыл и кому-то интересно в общем метание я качаю и ловкость сначала хотел качать воровство но потом передумал потому что посмотрел гайд по получению мастера там нужно бегать голым по таранту меня это не устроило я передумал ну в принципе остановился еще здесь на убеждении чтобы брать как можно больше спутников к себе в пати потому что проходить очень сложно этот патч expansion 2012 в одну каску тяжело но возможно я думаю если все правильно сделать и никуда не спешить самое главное то все получится впрочем как и в жизни это бывает если не спеша все делать размеренно твое время главное не спешить и так здесь я увидел еще вот зрителям то есть вам я еще не показал что здесь можно оказывается еще просто качать здоровье и просто мама то есть когда например персонаж уже будет достаточно хорошо прокачен можно будет очки девать некуда и можно будет их вот в это в эти характеристики вложить ну достаточно много я уже сказал давайте перейдем к делу если кто заметил у нас новый уютный теперь стримчик с новым оформлением так что я сам рад смотрю прям не нарадуюсь ну думаю что и вам приятно так что давайте выпьем венца здравствуйте бармен что я могу для вас сделать налейте мне выпить вас два монета две монеты конечно вот отдает ему об вот пожалуйста наслаждайтесь протягивает вам выпивку спасибо и выпить опа здоровьица то подубавилась вот смотрите друзья даже разработчики арканума знают что алкоголь отнимает жизни но хорошо что в этой игре в этой реальности есть вирджин который может немножко немножко наладите жизнь алкоголика до подлечить его давайте сейчас посмотрим у нас в чате внизу окошко который подо мной это я его замастырил по чат так что пишите не стесняйтесь если есть какие-то мысли а если нету мыслей то не пишите тогда ничего в принципе логично ну что если здесь так налейте еще пожалуйста давайте с вас две монеты конечно вот отдаете ему две монеты вот пожалуйста наслаждайтесь посмотрим как еще жизни отбавится алкоголь зло ребята не пейте никогда и ничего из алкоголя видите трезвой жизнью наслаждайтесь этой жизнью в разумных пределах оп вот жизнь отбавилась кто-нибудь еще ну хватит я думаю на этом мы останемся видите так бывает сила у нас увеличилась телосложение тоже но при этом у нас упал интеллект восприятие и обаяние хорошо что спутников не отнимает у нас видите да обаяние то есть спутники уходят могут уйти точнее ну что сохраняться я не буду смысла нет ух ты точно вот так вот ребята смотрите в манулик респект тебе и уважуха вот они тролли а леший леший извиняюсь не какие не нападают реакция 50 уровень 3 но я думаю мы справимся с ними то есть надо бухнуть и тогда увидишь всяких троллей будет мерещиться а чем они бьют сейчас узнаем чем бью я это банан ого уровень дали мне кто их ну нет 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 4 пв уклонился в принципе я думаю мы выставим опять и пока тишина потому что момент весьма напряженный кто-то скрипнул дверью но при этом зависли все ходы приходится нажимать пробел и делать его нажатым вернее ну в общем пощелкать надо то есть то есть это у них школа иллюзий вот это фиолетовое пятно вокруг них было вы достигли уровень 12 у вас два очка характеристик то есть я пьяный а попадаю смотри-ка магнус даже не охвалит ну нет сами то они тоже хорошо вот фиолетовое пятно менять это вот как раз магические вещи такие да даже имейте ввиду как делать этот квест уровень очка это уровень 12 два очка леший леший были ух какие моя резать зеленых леших вы такое что вы делаете в нашем подвале о нет там никаких леших и никогда не было их были пить надо меньше ух их там много было ну правильно интеллект 2 когда уже ничего не видно из-за бутылки ну да ну да а от них что-нибудь осталось нет магия это не магия это пьяный бред привидеть сможет хоть аронакс если с головой не в порядке всего доброго сам но так смотрим что у нас ну пьянство еще на раздействует алкоголь точнее на раздействует но квест мы выполнили то есть мы можем ей показать наши записи сказать смотри барышня мы-то журнале записывали когда были трезвые ну ладно я тоже ну так что же движемся дальше тогда квест этот сделали слава богу умные люди подсказали зрители еще раз повторюсь респект и уважуха а если по-русски сказать большое спасибо так выходим пойдем сейчас в тарант качаться в канализации но прежде чем мы туда выйдем вернее войдем но здесь вроде все мы сделали правильно я рассуждаю здесь был бар мы здесь эти квесты сделали тут мы нашли кстати в прошлой серии кто не смотрел могу ссылку вверху сейчас всплывающую подсказку потом на записи добавить на предыдущую серию где мы находили наш электрический бумеранг а точнее схему на электрический бумеранг вот он вот скриншоты я видел в интернете там почему-то такой конденсатор нарисован здесь же заряженное кольцо но не суть кстати еще я посмотрел и там в принципе ничего сложного как действуют мануалы я в прошлой серии не стал ничего говорить об этом чтобы не чтобы убедиться потом и вам все сказать а точнее сейчас я посмотрел на сайте в интернете так что нам говорят я думаю что для тебя это конец никто не уходит от руки молоха было бы лучше для тебя умереть во время зефира но здесь я больше не буду их читать эти речи потому что они и одинаковые и ничего нового не будет но если будет что-то новое я прочитаю в целях экономии времени да так все ножичками а надо им раздать мечи обратно я им давал плохое оружие для того чтобы а какой прям а аура прям арканом просто великолепно а эти звуки то есть вот очень важно вот как на хорошем стриме на хорошей трансляции на хорошем видео иметь звук вот такой вот приятный так и в игре если музыка сделана добротно то прям и приятно в эту игру в этой вреда находиться скажем так потому что она атмосферная об этом уже не раз казано но хочется об этом не говорить это уют который с очень тяжело найти а ты смотри она красоту предпочла ловкости какая женщина однако женщина так магнусу ничего я ему и магнусу нашему вирджилию я не буду ничего давать механического чтобы у него не было критических ошибок если так можно выразиться а вот магнусу там и раз пойдет кстати околдованный меч можно вирджилу переложить обратно чтобы он им пользовался и все как я говорим и технические вещи лучше от него забрать вот магнус будет этой штукой лампой который сделал я кстати по схеме там была у меня электричество немножко прокачено чтобы сделать вот эти заряженные кольца и первым там стоял пункт электрическая лампа так нападение волков волки в этом патче накрученные прям жестко сами убеждайтесь меня уже оглушила тут так у вирджила один удар топором который который вообще мимо надо забрать у нее этот топор я стою шатаюсь а ребята надо сохраниться слушая я вообще прям без зазрения совести до без внимания топор мы у него отбираем и давайте сохранимся например вот на эту охраночку и бога стабильно пусть будет так ну чтож это весьма было во время и ухты 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 это у нас что пауки ничто кто есть таких подскользнулась на песке как-то неловко что бывает бывает какие-то движения человек делает и совсем на ровном месте можно упасть давай автосейв сделаю f7 и поедем дальше обратите внимание что в этом патче когда прибываешь в тарант не нужно бежать через весь мост в оригинальной версии игры эту функцию не добавляли там было появление в бойле бойл бойл это район такой в таранте так ну я предлагаю немножко распродать вещец если открыто а закрыто я просто уже увидел до прайм глаза что утро туши но прям атмосферный арка вот за это большое спасибо разработчикам что подарили миру такую замечательную 253 кожаная броня я думаю нужно продать и нечего ее уже экономить выглядывать нечего колечко нужно сделать конденсатор увидел это мой кузнецу продадим вот эту бронь и вот эту булаву а точнее палец у добротную посмотрим что у нас путников есть на продажу вот отлично кожаная броня но все-таки я на оставлю что-то мне подсказывает опыт опыт мне подсказывает что вот именно кожаную броню тяжеловато найти не то что прям сложно или как-то но тяжеловато может быть здесь в этом патче изменилось что-то не могу сказать ну лучше я перестрахуюсь всякие ножички вот эти я тоже сейчас заберу и продам один кинжал оставим даже два и кинжала оставим пусть будет это можно в принципе здесь чистенько сейчас зайдем еще продадим колечки изумруды они чисто для красоты у нас но красота добавляет вот некоторые кольца там рубиновые нет не рубиновая бриллиантовое ожерелье который можно кстати шахте найти шахты клана черной горы вот они добавляют красоту по основному квесту мы остановились как раз на вот этих шахтах бижутерию и вот камни лучше продавать вот магазин красоты скажем так моды здесь это наиболее дорого воспринимается торговцы и он будет и все продает вот когда какое-то ожерелье или что-то добавляет красоту это написано вот здесь вот внизу вообще мне вот всегда нравились робы да вот эти вот они прорисованы как-то аккуратненько такая в игре и какой-то шарм создает вот видел например если рубу оденет какую-то магическую он будет смотреться прям колоритно варит ему и ца и поэтому мне вот нравились они всегда хотя по доспехам по пауру по защите по защите как доспеха она конечно ну может слабовато можно сказать как-то аккуратненько сказать но посмотрим может быть и оденем что-то механическое ну вирджилу по-любому какие-то магические вещи нужно одевать потому что повторюсь механические вещи для мага они дают отрицательный эффект то есть критическое попадание промахивается чаще что тут происходит персонажем такое размерные той механики которые есть в игре в этой языке так нейтрализатор потока это что-то с электричеством связанное однозначно ну давайте купим про запас еще одно колечко конденсатор чтобы сделать заряженное кольцо я уже вперед на три шага продумывал и говорю колечко здесь и ядом сейчас запасемся немножко и посмотрим укрепитель но укрепитель не будем так крепитель пока оставим качестве трав я храню все потому что если джайна будет иметь у себя в инвентаре мази то она их очень быстро вот к сожалению потратит из ума без памяти все прогорит у нее в руках ну понятно такое бывает когда человек заботится о своих ближних ну нельзя сказать что прям это как-то критично для игры и механики но в принципе пожелать такой можно было бы чтобы нпс так стрелы стрелы гарпун шлем шахтера чтобы нпс тратили вот эти все вещи более рационально так разгружаемся понемногу 15 монет так а перчатки перчатки то у меня а ну там плана и суть так а вот это купишь нет не покупает 246 монет за за сапожки да ну ладно он 5 монет хорошая цена хорошая удел кстати механика еще в этой игре это рыц по помойкам чтобы находить ряпочки всякие не покупать их ну вот древесный уголь тоже там пользуется например у меня а топлива да я брал имя нужно сейчас мы добежим с вами друзья до до таранских библиотех и и продаются и продается мануала будем что-то крафтить надеюсь получится и заодно и даже несколько слов о том как они влияют эти мануалы а застрял да от то было такое уже ничего так сейчас разложим до продадим получается то что у нас в инвентаре то что у нас не купили те продавцы торговцы а вот старьевщик у нас сейчас до заберет пожалуйста 148 монет это я оставляю как уже сказал ну в принципе все теперь можно и можно так проверить еще разок что у нас тут ну пока все нормально пойдем положим лишние вещи а точнее кожаную броню в наше хранилище здесь мы его завели пробежим и отправляемся прям прямой дорогой за мануалами может быть получится у нас сделать электрический бумеранг тогда это прибавит нам очень сильно урон на какой он уровень будет вот кстати нету на оружие чтобы был какой-то уровень так здесь есть и кольца и конденсатор и вот видите я как и как мышонок тут собираюсь я гораздо кстати можем посмотреть у меня мысль посетил как а можно они топор не опознан может топорчик опознать можно посмотреть сейчас что может делать магнус как мама обратиться к нему а что ты можешь изготовить и давайте посмотрим не прокачал ли он вместе с нами свое умение нет пары еще он не умеет делать ну ладно механику у него здесь эти ловушки принципе вещи хорошие ну ради интереса могу показать кто не видел как они делаются так нужно получается раз пружина а но это ловушки на ловушки ловушки это разминирование ловушек вот эта штука металлическая коробка и пружина из этого готовится разминирование а вот чтобы сделать ловушку на которую враг может наступить там нужно деревянный кол и большой пружины по моему так немножко я подзавис сейчас а вспомнил что я хотел сделать инвентарь давайте пас кольца хочу превратить все кольца в электрические и чтобы было сейчас из чего делать электрический бумеран исходя из рисунков схемы нам потребуется одно кольцо вот как раз четыре кольца у нас если будет какой-то новый персонаж мы присоединим уже будет что на него одевать по кольцам ловкость сразу прокачаем посмотрим так сохранимся потому что уже много чего продали положили сделали и было бы весьма обидно я забежим тогда идентифицируем топорчик а потом чтобы не бежать через весь город мы сделаем хитрый как мы получается выйдем за город вернемся в него на край города выйдем и потом на метро доедем до библиотек а точнее там университет называется станция называется университетская добавили здесь вот эту урну тут ее не было идентифицируйте нам пожалуйста вот этот топор за 100 монет о хорошие зачарованный топор скорость 4 медленно конечно но но мы раз пойдет для и так как он ахабу пусть магнус и ность его он его не одевает потому что магический башка у него шурупит и варит дальше делает он весьма правильно а вот вирджил немножко в этом плане всеяден он хватает все что подруг попадется даже женские сапоги он надевает и даже не смотрит на инвентарь если у него там будут какие-то железные так университет таранта это то что нам нужно за 5 золотых мы отправляемся туда при великим удовольствием здесь у нас по моему френолах да зоологическое сообщество зоолог а френолах наверное здесь френолах вот здесь опять я перепутал и как раз вот здесь продаются мануалы а что у нас у семён семён семёныч я забыл взять этот до бумеранг забыл взять придется вернуться так доки таранта чтобы сделать бумеранг то нужен бумеранг да бумеранг не простой а сбалансирован давайте сравним что у нас 18 смотрите 110 даль усталость 12 отнимает а это 13 то есть он даже лучше а по скорости и скорость больше а что же я тогда с этим хожу молодец так же имейте ввиду я как по картинке ты думаешь заточенные лезвия думаю это более сильно а нет оказывается бумеранг который сбалансированный намеком на то что должен быть баланс во всем он сильнее переходим тогда дальше у нас висит квест напоминаю еще по сиамским близнецам точнее там черепа ринарских близнецов вот основной квест подсвечивается как раз сейчас полистаем просит найти его тренарские близнецы до их сиамским назвал но ничего страшного принято найдите уничтожьте банду это мы нашли но уничтожить пока не сможем там 30 уровень принято миссис петибон желает эльфийский могильный камень и это подумаем миссис камерон вот кстати можно ходить качнуться новым бумерангом на вот этот портал а можно паша по канализациям полазит так принято отыщите звезду азрама звезду азрама пока рано отыскивать она находится за хребтом вот здесь находится место вот видите даже написано место с древней магии где по слухам находится звезда азрама то есть нам клариса шалмо поставила даже там точку и мы приходим значит точно и уверен в общем впереди очень много приключений только практически начали несмотря на то что это серия и так что касается мануалов в общем мануалы они удваивают удваивают количество интеллекта на определенную школу допустим если у нас 8 интеллекта и мы берем один мануал у нас например что у нас по гербологии данном случае у нас будет 8 пунктов по этой дисциплине если мы возьмем два мануала то у нас будет уже 16 324 и так далее мануалы очень тяжелые стоит сразу оговориться они очень тяжелые и очень дорогие один мануал стоит по моему 750 монет сохраняем и давайте посмотрим кстати давайте еще раз вот видим все какие мануалы нам нужны чего не хватает сбалансированный бумеранг у нас в электричестве точнее заряжен бумеранг который делается из сбалансированного то есть нам нужно в механике 5 нам хватит получается одного мануала потому что интеллект 8 тогда мы решим эту проблему и нам хватит может быть даже одного мануала по электричеству либо как вариант можно мануалы не покупать а вкинуть по одному очку куда в каждую дисциплину и тогда уже кто-то иметь ну давайте тогда сэкономим вот нужно ли нам электричество давайте подумаем порассуждаем слух электрометра потока это маленькие электрические части компас то есть партнер внизу читаю это устройство способно уловить любые спрятанные ловушки даже магического происхождения скорее всего на эту штуку нужны батарейки в принципе штука хорошая но минимальный интеллект 11 смотрите то есть чтобы качнуть эту вещь нужно иметь интеллект ослепляющих граната то же самое если сейчас складываться интеллект по-любому нужен дальше по шоковый посох посох по-любому не нужен шапо это шляпа которая пули от отражает но опять использует батарейки исцеляющая куртка вы становитесь профессором это чудесное произведение технологии позволяет использовать электричество для усиленного оздоровления организма и жезл тесла в принципе это тоже штука для нас бесполезно то есть единственная вещь которая могла бы нам приходится это исцеляющая куртка но ради нее качать электричество я думаю что не стоит лучше обратим внимание на метание гранат и сделаем упор на взрывчатым на взрывчатке и тогда делаем заключение что нам нужны две книги электричество копать качать копать копать мы электричество точно не будем а вот две книги нужно подумал подумал сказал так какого рода книги вы здесь продаете мне хотелось бы приобрести технические руководства так точно сэр а пожалуйста 750 монет это это да это дорого у меня 3000 монет то есть я бы купил например три книжечки всего лишь да у меня есть деньги у меня есть деньги кстати тот кто смотрит сейчас не могли бы вы написать слышно меня хоть я не спросил самом начале хотя бы плюсик там если пишите но если не напишите ну вроде должен быть звук так давайте сейчас проверю пока это ага все слава богу есть звук есть хорошо так да у меня есть деньги так какие руководства вы хотели бы купить выбираем очень внимательно выбираем вот они рядышком сидят по электричеству одну дайте нам пожалуйста а как здорово еще одну дайте пожалуйста книжечку называется в механике в механике опа и денег осталось смотрите 1897 ну что приступаем к крафту замечательному опа смотрите загорелось давайте посмотрим кнопочка вот пожалуйста одна книга 8 интеллекта перешло в знание этого этой дисциплины было бы интеллекта 20 здесь была бы циферка 20 соответственно по интеллекту нас было 20 мы книжечкой добавили 8 поэтому здесь не запутайтесь все просто одна книга дает вам столько знаний и дисциплины столько единиц знаний дисциплины сколько у вас интеллекта такая история ну что нажмем волшебную кнопочку зеленка оба затрещала зазвенела заряженный бумерах 1 10 чё-то я не вижу чтобы он сильно прямо изменился так а повреждением электричества ну смотрите вот что он изменил то есть усталость повреждение сами по себе остались а такими же 1 10 а повреждение электричеством от пятерочки до 10 то есть ух ты какой красавчик а а какой хе-хе-хе то есть теоретически максимальный урон который можно этой штукой нанести будет 20 если сложить просто повреждение и повреждение электричества то есть в лучшем случае можно 20 ну и скорость тут была 17 сейчас будет немного побольше ходов вот вопрос нужны под эту под этот девайс скажем так под это оружие батарейки или нет нужны батарейки или не нужны вот в чем вопрос ну что сохраняем в принципе результат нас устраивает другого не дано здесь у нас эликсир физическая сила опа опа побежал побежал а что дает еще нет ничего больше не дает вот два очка умения два очка нужно куда-то распределить и скорее всего нужно сделать упор на чем-нибудь посмотрим что не хватает на ловкости да ловкость а ловкость и урончик да будет такой ловкость надо все таки как-то здесь это прокачивать два очка туда два суда потому что с уроном прям вообще проблемы русские интеллект мы на мобах добьем но если мы не сможем их побеждать то вообще никуда не прокачаемся поэтому первое очередное давайте сделаем а смотрите добавили для удобства значки вот в классической игре такого нету то есть на мануалах добавили чтобы было видно не наводя на него то какие он имеет свойства из какой школы он какой школе относит это здорово молодцы удобненько удобненько он нет так нашли тряпочку с гандабили еще там семь у нас коктейль молотова будем бомбить ну что попробуем в доках тогда заодно положим сейчас мануалы они больше нам не нужны получается пока они нужны если мы не надумаем еще что-нибудь такое гениальное делать у нас хоббит гений получается такой интеллектуал квесты в публичном доме я не делал там в принципе можно побегать кому-нибудь побегать там делай квесты мадам Лил кстати она тоже помогает там убеждений так мануалы кладем а ну давайте покажу сколько они весят я сказал что они дорогие а 5100 их облегчили ребят они весили там чуть ли не по 300 килограмм каждый да и их облегчили то есть оставили только цены так так здесь дневник лайма камера на вот даже дневник это больше а неопознанный меч и топор бегло опознать а ну все не упомнишь так что вы извиняйте я когда смотрю тоже чем прохождение там какие-то вещи там кто-то упустит душа вот тут не досмотрел а сам играю ну как получается в любом случае даже если вы будете супер внимательным да когда вы будете играть сами слишком много информации как-то постепенно то что видишь используешь то что видишь ты делаешь ухты 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 крыса побежала куда она побежала надо сохранить этот момент то есть там сейчас крысы нет там крысы нет там есть только дядька огар но он тоже силен бродяг это хе-хе-хе ухля скорость бумераза семь семь на хе-хе-хе слушай слушай главное устоять а мы устоим вот это вероятно крыса убежала ну все это да а что у нее ключик должен быть по моему не ничего нету так сейчас я своих свой полк тогда направлю направленную войну пусть они тогда мне мечи раздадут вернее я заберу их мечи ага вот и какой-нибудь булавой там какой-нибудь вот таким оружием давайте ребят разобьем вот это все хозяйство повреждение поедине проходит до 89 88 можно динамитом взорвать но у нас его не так много отмечки отмечки не использую я ну может быть по-другому это со щитом сражается против бочек очень опасно для крыса вон убежал вот это прям вообще удивительно так а если я помогу да уныло малинка да смотреть на все это ну что сделать если вот так а если остановиться так и давайте посмотрим павлиля нет то есть можно бить бумерангом и он даже не ломается вот они вот они черепа сиамских близнецов ринар так ну имеет смысл весь хлам забрать потому что кто-то из ребят из моих по-любому схватит это все и будет потом необходимо перекидывать все из поспать тут наверное не получится это кроватка чужая михал ванчи ну как в той сказке я имею ввиду не настоящего 4 5 6 ну со мной поинтереснее когда я пуляю а я стеснялся да оказывается неплохо ой ой вот это я настеснялся а я а нет фу ну вот это глюк какой-то я смотрю там сейчас думаю слабая опять делать что а у него 80 то есть как-то все равно надо аккуратненько ух ты кальчушка кальчушка то и топор вот такой топор дает док робертс когда выбираешь нейтральную позицию я держусь посерединке там ни магии ни технологии типа отвалите от меня всем и он дает вот этот топор динарский так 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 френологу по-моему френологу я не смогу отнести потому что там уже пасное оружие оставлю на говорится на всякий случай да посмотрим сейчас что будет если виджила отдать кальчугу большой ну как видите понемножку идет кач так стружка железная то нужно было для стрел я помню точно я перечисления оставил ладно о а вот он поламал 68 да 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 это на выброску ICM ходится это 40 50 то ли еще будет сейчас это как бы ничего а вот когда мы зайдем в пещеры виджил какой стал 30 у него там броня кушай и щит я не опознал ну прям вообще идем в общем тогда к этой а критическую ошибку то он дает им или нет нет шанс крит ошибки плюс 0% значит он может носить спокойно пусть он гремит звенит там звякает цыкает в принципе этот хлам мы погиб плюс 3 а на мне сапожки плюс 5 да все в принципе сделано шлема нет у меня ну ничего а можно сделать сейчас парочку еще парочку сделать коктейли ага магия а как сейчас начать магию качать вот это будет удар да по критике скажет ты че делаешь зачем ты качаешь ты же технолог сразу сразу люди в чат начнут че им писать да оживятся таки будут ладно идентифицируем очарованный меч эту штуку и щит 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 я перекину как ваши дела за 100 монет пожалуйста магический щит он дает магические атаки кстати вот если одеть палаш какой-нибудь смотрите вот тут внизу я вот никогда не понимал как пользоваться этой штукой появляется 8 ударов вот где-то кнопка есть она наверное появляется когда ты в общем заряженную вещь можно как-то магически еще использовать я не почему не пользовался я это уже нашел совсем поздно когда игру уже проходил несколько раз за мага потом я в основном играю за технолога мне как-то интереснее тут всякие штуки можно делать крафтить что-то там вот ну вот здесь как-то вот можно вот эти магические все вещи использовать оба он ему тяжеловат меч ну что раздаю им обратно в инвентарь нормальные пухи пусть они ими пользуются а это положим на сохранение потому что еще раз скажу после похода любые шахты там големы будут в которых очень много будет ломаться оружие и нужно будет как-то потом искать это оружие где-то добывать может быть покупать и чтобы вот этого не было я просто сохраню то что сейчас есть ну что я думаю можно в принципе спускаться смело уже так со смельцой такой спускаться в канализацию сейчас и добавить немножко экшена у нас подождение хотя я думаю так в принципе не скучно да ну мало ли что я думаю главное что думаете вы так вот этот глушитель я не выбросил пули ладно оставлю пока все равно они там сейчас будут появляться все равно занимать какое-то определенное место в инвентаре ну что идем в канализацию опять кто-то говорил о а где бумерал бумерах то я снял что ли ну да о молодец молодец вот так ну да 80 на 80 все вроде все на месте дадим запасной меч нашей Джейне Джейна Джейна сейчас пойдем качаться анализация заодно обследуем там все сохранить и побежали вдоль бережка немножко нужно я думаю прокачаться нам перед походом в клан черной при черной горы и тогда уже правильно я говорю в клан черной горы да правильно клан черной горы для получения подсказок там будут дальше конечно и другие еще кланы ну мы пока не будем трогать можно силу еще выпить эликсир эликсир плюс 2 к силе получить так сохранюсь на стабильную стабильную серию чтобы было ну что попробуем банду робина вуда разложить кучу так вот этот поворот он ведет в бойл там по моему туда пока не пойдем сна в эту сторону пока не пойдем давайте обследуем вот слезняков там которые были вот тут вот где-то можно сейчас немножко побеспокоить спросить как дела товарищ слезняки вон там зомби им тут хорошо наверное зеленое как они наш хоббит он здесь чувствует себя неуютно мохнатые пятки его в воде это это не то о чем мечтает каждый хоббит так сюда дойдем ну да попробуем сейчас и получается что без батареек бьет неплохо да бумеранг с батарейками я не пробовал ооо элементарно слышу по звукам воды можно одного попробовать зубок ну ну так дядя 5 пв 5 там еще один не сажат а па 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 ядом добьет отлично вижу работает ооо слушай да мы неплохие так сказать это препятствие да конечно конечно надо обойти ой кому-то заехал ой 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 все вырубил нашу девушку так ну серьезно слушай мало это надо как-то двигаться все равно много вот сейчас будем лететься будем для приходить слушай а я так ни разу не выставил мы сохранюсь только магнусу дал по картузу и все ага сейчас мы на ману на ману так принимаем боевую стойку и смотрим что у нас есть 8 9 так ну вот нужно проследить ух ты вот эта телепортация спасибо папа слушай ну есть какие-то да задаточки уже поинтереснее стало в принципе как-то я силушку почувствовал яс хоббит наш пойдет дальше удачно так 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 стоять надо ходы это делать пока он далеко есть 9 9 но в итоге это неплохие результаты то есть вот как ты стоишь вот в чем вопрос как держать удар хорошо что есть помощники амано ману ману на усталость значит я тогда лягу не понемножку мы качаемся ребят мысли не от того что мы пьяны кстати силу можно выпить это не запрещается эликсир эликсир используем их три тут трое трое их трое три элементаря м7 что того что этого у рисковое дело 25 уровень ну давай попробуем 9 10 электрического урона пока я не вижу критическое попадание 13 пв да это увидел скорее всего батарейки нужны скорее всего я так подозрю без батарейки ничего не будет по макушке мне хряся и звук такой глухой как ну что надо добивать этого элементаря посмотрим так меня никто лечить не стал к сожалению придется ход тратить а нет не буду я потрачу ход на то чтобы подлечиться и добить вот этого добить я же сказал добить махнусь держись закончить игру одиночная игра давайте загрузимся автосейф а у меня есть еще гранаты тоже я тоже я их не использую кто мне скажет можно же что-нибудь швырнуть махнусь например они подойдут сейчас м7 72 процента да так и одну бутылочку им туда кинуть вот и отбросить их и пусть они уже вот и ляй ходы то не тратится или как-то слабенько тратится как это приятно я сейчас бутылками закидаю слушай я уже 7 бутылок кинул а у меня ход-то не кончился так ну что пропустить получается ход да этого я вижу ну давай рискнем в аду не асток потратил так сейчас мои еще побегут хорошо они медленно ходят надеюсь сейчас мои вот на этого нападут и хорошо что отбросило тут несколько факторов сразу прям хорошо стало да сразу хорошо но я буду сейчас еще дальше кидать получается коктейльчик чтобы отбросить их это раз чтобы урон нанести это два подбросить этот уже при смерти этот этот посильнее давай на него можно еще одну бросить да штучку на 17 пойдет теперь это добиваем в ручном режиме то есть теоретически можно было бы банду робина буду попробовать магну и ты творишь что у нас здесь надо использовать против яда пока работает на магнусе потому что наверное технологии еще не очень сильно так ну и что урок какой отсюда можно вынести да очень простой метание почти вообще герта почти урок такой что нужно с собой брать побольше на снятие усталости лекарств и да очки нам пригодятся формит это для химии там готовить сильный яд так ружье не продал квест можно сделать вот этот очки одел такой в это хорошо анимация не рисует да как он в очках стоит кольчуги в очках такой приколь ну ладно пусть еще женские сапоги сюда добавить фулсет да так так бездобой а то сейчас механические ботинки ну схема бесплатно досталось поэтому мы ее изучим и посмотрим подавать не будем я могу механические значит механика опа на 20 в механике нужно знать то есть это нужно будет аж три книги а что дают вы изнемогаете под грузом компонентов проигрывайте в скорости даже черепахи эти временные эти времена в прошлом длини в металлические ботинки малую пружину вы получаете простую и удобную обувь для любой погоды ну интересная схема можно будет тебе взять заметочку а как кто-то походит тут так так катить убегать уровень 10 попадание 107 так держит держит ставить броню ага есть журчало единственное маны не хватает попробую сейчас сделать мази не хватает а табака нет табака нет листья кока есть а табака нет кто-то а ну это маленький 12 вот электрического не вижу урона батарейки надо купать так 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 не спешите ребятки здесь много всех давайте по порядку пол жизни ну вот хоть что-то получается по урону теперь кстати чтобы победить робина буду я сейчас придумал такой хитрый план по призыву хоббита которого вы еще не видели можно хоббита призвать помните мы отгадали загадку квеста в черном корне был вот там был хоббит с загадкой четко про бананом глаз а эти уже не сбежают первого уровня кач пошел пошел кач полосочек ползел замораживаем все-таки стратегия правильно я выбрал в плане прокачки если бы было по-другому с интеллектом что тут делать в канализации с интеллектом я сейчас представляю как будто сейчас на дворе 2001 год а мы сидим друзьями вами и играем это шикарнейше здорово я просто стою мои друзья атакуют партийцы ну вот проблема в том что удары держать да атака как бы прибавилось но с жизнями как выдержать удар тоже защиты защиты нужно хорошо что у нас много так может быть сейчас ловушка тут ну жизнь есть вроде есть как раз нам нужна для чего нам нужна для топлива топливо у нас в схемах менять не топливо а коктейль молотов так а для чего я собираю серу я сейчас скажу вроде бы я пули не делаю да сера нужна я оглушающая вот селитра не сера извиняюсь селитра это синий синьки баночки стеариновая кислота в общем надо подсобирать так понемножку приглядываться и селитра вот она селитра и еще стеариновая кислота это такие желтенькие баночки нет тут нет продаются у механиков у механиков продаются перебираем мелкими ножками своими хоббитовскими по канализации по этой широкой здесь проходы они связаны в принципе так я на вскидку помню канализацию в отличие от той которая есть в колодоне под колодоном тоже там канализация несколько не квестов в принципе похоже но там я помню хуже как она выглядит ее не как выглядит точнее а ее тему так у этого 15 уровня 15 ну начали бить этого давай вмесить да тут весь вопрос как мы держим удар есть есть возможность выстоять атаку тогда да тогда вот я подлечил мне показалось даже этого как его мерзкий обитатель 15 то есть он два удара если таких сделает конец игры мягко говоря так катаринский хрусталь нам сгодится вместе с очками он будет нужен нам чтобы сделать я не скажу что сделать в общем пригодится а то я вам заспойлер поменьше эмоций побольше дела эти крыски они небольшие здесь нигде нет найти нельзя анализация колодона там будут дырки можно будет лазить по щелям охранюсь 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 да вот здесь можем по кругу сейчас пройти сразу открыть и потом вернуться ну что смотрите был у нас уровень 12 да очки умений я вроде не перекидывал да одну очку осталось каждый пятый уровень получается с двойным получением когда повышается каждый пятый уровень герой получает два очка умений каждый пятый уровень то есть на пятом на десятом на пятнадцатом два раза есть кстати в этом патче напомню такая схема развития предыстория география персонажа когда он качается там с бешеной силой ага опыт опыт ну у него там большие штрафы к обаянию по-моему красоте то есть он такой герой одиночка но сильный герой они слабаки говорит ой ой так так нужно перевести дух нужно перевести дух а именно подлечить магнуса и сохранится вот видите два очка красота о-о-о это почему сейчас я покажу вам еще и тут первый раз заявил кстати такого не было шрам мерзкий обитатель нанес шрам то есть он вот этими своими ручищами сделан из мусора наверное там была какая-то консервная банка в руке когда он трансформировался она у него как раз оказалась в руке и прям походу этой банкой консервной он и заехал и нанес шрам но это придется лечиться хоббиту не к лицу иметь шрамы хоббит существо нежное разложили ждем ловушку вот она яд нет это не стеарина кисло хотел сказать это яд для изготовления противоядия как ни странно да клинклину вышибает а вот можно большую пружину потестить кстати возьмем одну для показа если найдем кол полу следуйте за мной так нужно сохраниться так напали на нас обратите внимание процент попадания 144 то есть уже прям приятно приятно стрелять и дать бумеранг попадает и уже нету таких осечек 99% эти уровень это нам по зубам уйди уйди от учителя 2 точно да это слизкий страж судя по названию клизки слизки там где-то были толстые ходили надо к ним наведаться они ходят 30 уровня но есть две банки отравил ладно смотрите сапфир вы ожерели вот такие штуки по идее должны красоту прибавлять я попробую а нет но тогда бриллиантовое ожерелье точно там значит должно быть написано о том что а то прибавлять а да это просто красивая вещь нужно в игре есть такие ожерелье более полезные там которые дают на яд вот кстати интересное наблюдение сейчас вот только подумал а он разговаривает еще ась нечисли точно гад ась вот в ветке в механике технологии точнее сказать технологии нету ожерелье то есть вот все можно сделать там допустим оружие можно сделать до электрический бумеран шлем можно там какой-нибудь добить себе на восприятие жилетку тоже там и не одну можно сделать ну и например электрическую перчатки перчатки тоже можно сделать есть в школе кузне кузнечного дела а вот ожерелье кольца можно сделать а вот ожерелье нету нету то есть меха техник себе ожерелье сделать не может либо я не знаю если кто знает пишите в комментариях 5 и сообщайте просвещать ну интересно я вот ни разу не встречал ожерелье у техник чтобы было под него заточено чтобы он сам сделал себе ботинки даже мы теперь знаем что можно даже ботинки раньше я про ботинки тоже вот ботинки на панаре даже можно можно щит даже сделал он там называется щит такой электрический так вот эти вещи проклятые их точно знаю их одевать никому не буду это я помню сохранимся аккуратненько и посмотрим где мы находимся так здесь мы прошли здесь тупик и можно будет потом вернуться да ну пойдем вверх сходим тут в принципе идти никуда больше я с наверно будет поворот налево и направо мы пойдем направо замкнуть круг так на это 89 на эту 90 давай то разбить который ближе атаку на провел целей будем как говорится умный хоббит живой хоббит потому что это в жизни много дает преимуществ если ум правильно использовать по благо скажем проще выражаться она права не получится тут рассаде прям зомбаков и 1 покосил нашинковал я стою за забором до пройти не могу ну ладно будут стрелять из-за спины магнус ну ладно эти в принципе простые можно с ними особо не возиться там по шаговом бою можно их сразу так это слезненький да опять так сохранюсь хранилась пробежаем сразу и че че а здесь их слишком много чтобы каждый сейчас ходит и можно так они окружают о спасибо большое выход себе делаем они сейчас разбегаться то есть когда ты сходу убиваешь какого-нибудь и те кто рядом они разбегаются это прикольно сделал немножко дает продыху дает шанс небольшой ну и в принципе логично жизнь когда такая бандите нападает или армия так как они нападают вид что враги по это товарищи погибает и приходится спасаться бегство такая тему поговорить с нами ась усталость впечатляющий сэр варит магнус ваши боевые способности впечатлить об а вот еще уровень и уже 4 очка у нас вот обратили внимание обратили вот так мы подкачались получается немножко прошлись 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 и в принципе ну скажем так процентов на 70 можно даже на 75 сказать мы готовы к походу в план черной горы давайте выйдем тогда посмотрим где мы окажемся арати переход а то есть это мы оказались в бойле чтобы сюда пройти вот в эти комнаты все это вот один из руководителей по моему шайка мога мог напомню то есть тут можно когда мы подрастем можно будет выбрать час сюда лучше не соваться тут ведь 30 уровень ловить ничего тем более орки такие в общем есть тут два лагеря на севере на севере на юге вот это орки лагерь орков можно их сторону принять а есть и лагерь огров которую большие такие чаще всего слугами у карликов бывает но наподобие кружка меда сок сок в туманных холмах вот и вот порода такая или вот который был недавно ринарские черепа могут сражались когда на нас напал вот это огур такой лысый большой и вот там целое племя вот этих огров которые но даже не племя банда в сторону которых тоже можно принять и уже тогда вот эти орки будут против персонажа нас а вот поворот низ пол когда вот тут повернемся с направо но это будет немного позже может и не немного но позже как мы там решим этот вопрос я не знаю но вот запомнить в принципе стоит то что вход вот к этим оркам здесь находится то есть можно там напрямую по его пройти по по верху по земле а можно вот тут по канализации пойти а шариться и вылезти прям непосредственно около руководителя одной из банд амугуру тоже можно вылезти через канализацию только надо идти в другую сторону вот вот лестница не подсвечена видимо люк запаян а вот получается да вот этот ход будет вести нас сейчас в другую сторону бойлу который цокорами по моему нет ошибаюсь но мне вот это почему-то вистящая дверь напомнила чтобы там проход может их две забыл так вонючить труп еще черный макарек часа живи я скоро погибну не погибнешь у меня еще есть немножко и лак чтобы здесь попутешествовать а всем отлично а вот стеариновая кислота кстати для подготовки вот этой бомбы гранаты пиариновая кислота оглушающих граната вот это селитра и это револьвера часть нужно чтобы пистолетик не так а вот это зажим для металла и эта вещь которая нужна и механики там изготавливается капкан вот медвежья ловушка но пока магнусу еще рано об этом думать а кстати можно магнус посмотреть ритаут вот он а савчик о сверхлегкий топор ребята 15 уровень и сверхлегкий топор наш отлично сейчас мы даже оружие улучшим прыгающих капкан он только сделал понял все тогда мы прям будем красавцы но особо топорами этими махать в клане черной горы тоже не стоит потому что они испортятся и заново их делать не получится не ценные там руда вот это орликов по моему и и даже не сделаешь ее только можно купить наверное или найти в штучных экземплярах вот чистую руду можно сделать пластинчатая броня сверхлегкая кольчугу все это есть когда-то я качал на вот это кузнечное дело тоже было интересно сделаешь себе бройка такой ухожешь хороша план чтобы костюмчик всегда бройка себе кольчужка кольчужечка так сохраняюсь пока а ну тут мы были получается вот мы прошли а вот здесь нам на пошарится ну пойдем вперед тогда как мышцы только повернем вдруг вот здесь так зря я наверное много не взял с собой вот от усталости мази 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 так здесь выхода нет я вот посмотрел релочкой да здесь выхода нет издалека издалека сейчас будем бить 81 процент я думаю ух ну хорошо ленди даже жизни у него там осталось пять процентов всего лишь идет такой четенький а все последние ему там пакеты полиэтиленовый обрубил виджил и он рассыпался нарушил структуру этого так тут есть конечно погорячился может быть пользовал ход так ну сейчас первый удар по мне придется ребята ребята ух 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 а есть коктейль молотова если они сейчас в кучу соберутся можно кстати вы кинуть чтобы отбросить чтобы он особо твоими граблями вяз отлично и вот такой расклад меня устраивает теперь можно какие-то квесты по делу и же самых близнецов можно основную линию начать проходить здесь он застыл уже на месте у меня-то дальний удар и поэтому у меня преимущество пока он дошел как раз как раз все ходы он и потратил а мне это и нужно так нагрузки нет отлично смотрим по карте что у нас открыто что закрыто окно тут мы особо углубляться не будем вот здесь у нас поворот где-то был еще какой-то вот такая была комната большая где-то была здесь в канализации прям там а широкая широкая надо поискать сейчас там было много вот этих слезняков плюс еще не нашел который там шесть или семь слезняков 30 уровня которые были в той серии есть сейчас тридцатый уровень может быть не стоит вот 10 уровень как ты получается или портируется они неожиданно ты главное что тормозит если бы он не тормозил просто как электрон пронизал и было бы не сладко ну а что взять с кучей мусора куча мусора ее не жалко так а кто у нас лечит раны от от у от ударов по-моему это док робертс в туманных холмах глоточек воды пересохла выкроется а если кто-то в таранте практикующий а вот он вот он правильно вот ответвление которое как раз сейчас нас приведет в такую большую комнату этим слезняками отлично но надеюсь что это надо упа так готов вот агрица там посмотрим посмотрим как я снял с пошаговой бою потому что это мелочи и особо на улице не хотелось бы это тоже в принципе уже нелось бы у нас да вот так и побыстрее так это маленькая комнатушка но мы на верном пути уже пошустрее да то раз 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 но так не сделаешь с теми кто наносит большой урон уже пять очков смотрите плодотворно смотрите смотрите 5 очков очков два фейтпоинта кстати если что можно использовать взломать а вот она большая комната который я говорил ну не комната помещение или как сказать ну не комната помещение телефон посмотрел так тут пора папа папа паузу ставит нет я имею ввиду пошаговый бой ну давай попробуем без него пока как никто не нападает сохранюсь по счету всех их не пересчитать 3 4 то 7 8 9 штук 10 а вот этого большого надо поосторожнее а то сейчас он у нас оставляет отлично даже убивать больше бежим в режиме онлайн но одного-то мы расковыряем а русского слушаю на гнев когда вот там таких было семь штук или так эти все уехали ну что на нем тогда сконцентрируешь 32 ну слушали идет так как как по маслу и такое почему а а вот сейчас обратил внимание на анимацию как будто из тела такого туда как будто электрические есть маленько такой сейчас вот не было сейчас красная из него почему-то будет может быть это и есть тот самый я к чему электрический урон вот тут серый вот сейчас вот терем вот обратить на место вот раз серый такая вспышка до пороха или мне показалось вот думаю посмотрим в принципе 30 уровень когда один урон держим и ночью держим когда их много лука на шарах не мало не покажется ладно это все не стоит заставить на это внимание потому что бой все покажет ой покажет как нужно себя вести это была ловушка так бриллиантовое кольцо зиму нажили 1000 отлично даже полторы может так денежки которые мы отбили вернее потратили на мануалы мы отбили и трибуны 3 тысячи о эликсир гипнотического убеждения эта штука интересная но по попову ну давайте изучим было можно было продать конечно получается там можно продать галицинат это все ладно буду сохранять ничего переделать будем иметь в виду и учтем это на буду сожалению в игре нету телепорта как например titan quest или там еще в какой-нибудь игре как ты сюда зашел так ты отсюда выходить и будешь ну почти всегда работает потому что бывает иногда лесенка конце путей ты там в их так что мы не обследовали поворот вот здесь еще поворот им сюда то или там просто тупичок но в любом случае нам в ту сторону чем по канализации замечательного таранта время уже 0 часов 47 минут стрим длится с 43 сегодня в 27 марта 2021 года да здесь тупик пик и поэтому мы особо не расстроились с вами потому что уже как-то на это рассчитывали да а вот 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 где дальше проход и мы сейчас должны вылезти где-то в где-то есть люк вот он опять был желтый удар вот скорее всего все таки анимировано даже это урон электрический но батарейки попробовать можно купить они по моему вот здесь будут отображаться их 5 хотя могу ошибаться наверное когда там что-то используется электрической да как пули например когда деваешь или лунг стрелы здесь появляет так стрельнуть мне нечем а у ешным плане коктейль молотова ну вот как-то резко летит измерила бумерангер то и восьми жизни побольше 63 было 30 жизни когда на сбил этот мусорщик то я смотрел там было договорю два раза ударить по 15 готов а смотрите уже два раза в жизни больше стал 63 и опыт и очков поднабили так что прокачались можно сказать чуть-чуть идем вот на это темное пятно но не уверен что там что-то будет но будет скорее всего сейчас глянем посмотрим нет здесь тупик а вот здесь уже нужно что-то посмотреть тем меньше и меньше становится зелень на мази на жизни мази на усталость а вот мы здесь не были 1 2 а мерзкий грызун это не просто грызун а мерзкий так направо мы ходили туда ходили а а значит и здесь утонет значит оставалась только одна крыска ну давай вот тут темное какое-то место проведем а здесь просто так 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 посмотрим здесь получается он сделала мне все исследовано здесь тупик туда не смотрим здесь тоже тупик ну ну тогда в этом крыле все получается нужно идти в сторону выхода а вот банда робина вуда здесь да где же вот крысы мне эти встречались вот он не крысы а эти слизни где-то вот тут наверно нет здесь шахта вот это ладно ничего тут смотреть больше робина вуда осталось то а подожди кого-то темное пятно может быть есть да да может быть и есть там были да скорее всего вернее мерзкий ходу на а с пробежимся наш герой бегает быстро у него ловкость 15 так чат я сделал старался но к сожалению а вот он так что ну не зря прибежал не зря здесь меня ждал сюрприз 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 ого вот это электрозапчасти нужны для создания жилета такого так посох простой ну он посох простой ну вот эти стерны пилюли это для химии да и это то части часов ладно заберу прям все хочется взять забрать одобрение тома это какую-то гранату делать надо магнус оп застрял получил а сохранится да да ну и сейчас я отдам по школам тому чего так меч неопознанно не отдаю потому что проклят ну магнус просто отдам чтобы его полегче так а у джайны есть перчатки так и здесь нету вирджила да есть простые кольцо я не буду отдавать то сейчас сразу на цепь да и вирджилу тоже место хватает пока потом забуду снять или еще что а это будет в инвентаре как к торговцу зайдешь сразу хлоп 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 продался и пошел ну что возвращаемся тогда другие и выход раз два взяли и побежали ну что рассказать пока бежим нужно полистать дневничок во первых что у нас прокачано предыстория какая вы обычно работали в качестве мишени в цирке прежде чем метатель ножей не попал точно в яблоко вам в глаз глаза нет восприять минус один по умолчанию но навык метания вы явно повысили начинайте игру сумму 600 монет страховку вам так и не выплат здесь список ключей которые у нас на связке есть и пока все идем на выход ну что банду пробовать я не буду пока там тридцатый уровень и у меня силок нету единственный хоббит есть но я удары наверное не выдержу мне так кажется ну прям хочется попробовать ладно побегу мимо пока куда я в любом случае еще буду возвращаться либо по квесту с бойлами там придется проходить либо о вон него на него на него будет я стой стой они где-то здесь за дверью стеной точнее ага так как ним туда попасть вот так попасть вот где еще не обследовал а вот они я получается там был а почему карта не открыта я забыл сохраниться они меня убили просто-напросто и я перезагрузился и уже сюда не приходил интересно что они разговаривают сначала он нападает у них даже есть дар речи кто-то говорят ну здесь запаян а вот как раз да рабочая лестница стоит наверное попробовать да их не семь штук тут но хватает стоит попробовать пятерых по одному если их вытащить получится а вряд ли ну ну давай попробуем так ноль ноль попадешь сань как будут стреляться больно так сохранюсь главное не загрузиться так стоп 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 тут вы разогнались господа так одного вырубил отлично правый по печени правый по башке ой 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 так давайте подрубать их ребят так надо будет еще ход оставить подлечиться чтобы удары держать власти они снимают а я танкую поэтому фу выстоял отлично сколько ударов и все мимо так еще придется лечиться потому что прям на пределе все было есть они могут побежать сейчас и хорошо что не стреляет огнем и опа отлично одного вырубил глянь не побежали все себе так бьем того который в сознании отлично бьем у которых а у хилинг тебе сделал этот биржи большой хилинг опа я думал завернулся до конца в рулетик а он нет ну что о, привет манулик здравствуй дорогой до дно да стрим идет 154 сейчас то пропустил но если вкратце ты пропустил как сделали квест в самом начале ты был прав по поводу того что нужно сначала выпить вина а потом заходить в этот погреб это первое в потом пропустил то что мы сделали вот такой бумеранг я наверно лестницу нажал ой назад 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 на лестнице нажал да так это не очень неприятно так сделали бумеранг вот такой собрали его по схемам рассказал как влияет мануалы на наше мозговое восприятие то есть мы берем один мануал и он прибавляет только знаний сколько у нас интеллекта ну и в принципе все и следуем и вот сейчас анализацию полностью прошли практически полностью то есть там место где до бойла там мы до бойла нижнего с ограми мы туда не проходили еще пропустил что ничего в принципе здесь мы зачищали бились и урон уже в принципе нормальный как я думал так что сейчас наверное пойдем на выход пробовать бить банду робина куда наверно не стоит хотя несмотря на то что мы сейчас загасили 32 левельных слизняков вот этих ящеров ящеров с магией да но тут немножко неудобно ранить в этих бочках вещи почему потому что до них далеко бежать и гораздо удобнее вещи хранить если они находятся у того хоббита которым мы квест делаем прямо около станции метро доки и там близко всего там можно хранить а здесь мне кажется неудобно кстати я вот не вернулся до банда робин он там я не вернулся мы вылезли вот нечаянно чайная нажал на лестницу но там выхода не было мы вылезли вот про туши по не в ратуше а короче в местном водоканале таранта а с температурой помню вода был а ну лишь к богу что обошлось опасная вещь это видишь сейчас говорят вообще будет там какие-то но опять не буду я никого пугать говорят не говорят пусть и говорят что хотят огонь застыл но это ладно я рад что ты уже нормально это приятно это здорово я кстати не не ожидал что ты придешь уже ну лишь пришел понять спасибо поддержку за общение идем мы сейчас мелкими шажочками маленького хоббита сторону как раз вот этих ящиков чтобы нам немножко разгрузить инвентарь уху стой 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 я спар дома и это кто орки кто помнит орков из прошлой серии которые нам доставались очень тяжело давайте поговорим с ним может они более дружелюбно стали относиться к нам кувалды ну как-то так дорогой служит и хотел ястия трубой по башке ну на взяли кстати черепа тоже можно будет сдать но ножка о крыса кстати крысу не убили вообще кадр был мимо проходили она выбежала как ошпарено из этого хранилище из этого склада и убежала и благодаря этому получилось вот этого огра свалить а крыса убежал куда-то туда на перекресток я не знаю глюк не глюк она видим с кем-то сражалась но в прошлой серии она вообще с двух плюх меня сносила в общем мало-помалу покажу еще характеристики что изменился вот сейчас в канализации получилось на фарме 6 очков метание я почти что за максим там немножко не хватает с той целью чтобы вот раз в бою выглядеть не так уныло и мне нужно сейчас еще позаботиться о том чтобы подлечить подлечить свои мозги кучу нет лицо там шрам нанес какой-то слезняк и нужно его убрать этот шрам чтобы восприятие к другим персонажем был нормально не было там гону типа и там чему целую ботинки а потом ну давай пока не хочу поэтому мы сейчас пойдем вот кстати я не помню вот уклонение уклонение вещь хорошая да но не знаю буду качать или нет вот напомню в манолик где можно подлечить шрамы я вот помню док роберт слечит вот он но это туманные холмы придется идти а вот если кто-то в тарантик то практикует такие же вещи вот это я опознавать не буду потому что я точно знаю это штуки проклятые и чтобы их носить нужно иметь мировоззрение другую сторону у нас вот сюда она зашкаливает да не зашкаливает а 84 все у экспертов лечение а где взять тарантия я не помню давайте поторгуем так ну можно этому продать давайте продадим так электрический жилет уже это тоже а вот это можно продать уже в магазинчике в ювелирном да вот где эти эксперты лечения вопрос где же эксперты лечения давайте поговорим сейчас да это я он говорит вы на дирижабле 25 мая срубили так сейчас уже вечер наступает в городе дожди а если туманные хорлы да 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 нужно гербалисту пойти то есть тот кто продает травки скорее всего и лечит до гербалистка да она и квест дала и лечила а сейчас точно гербалисты это мысль а сейчас мы продадим вот это красоту тени зеленую изумруды зеленые правильным сапфиры сапфиры бриллианты ну вроде как для продажи и для алтарей там по моим практического применения больше нету у этих драгоценных камней а еще для красоты бывает мы некоторые как я говорил уже некоторые ожерелье добавляют красоту так сейчас я вижу это отдам а и вот это нужно продать ладно эту продам тогда бронь все равно у нас там есть две кожаные брони если что вдруг ладно держал у нас в очках ходит такой казани пачок и кстати мало банок аману там на всякое разное а вот отсюда хлам продать до медвежьей ловушки запчасти это я ничего делать не буду продать смело так а вот эту штуку я оставлю покажу как ловушки делается а ну да рамка она такая большая здорово ну имеешь ввиду не неудобно в плане этого просмотра рюкзака да не очень удобно и не очень видно что в рюкзаке а инвентарь да ну в принципе там что смотреть но так-то красиво в любом случае тоже не зря я делала не зря я а инвентарь ну что он там плане подсказок может мализм а я наворотил тут лент делов каких-то бомбил бомбил так ладно мы учтем на будущее в принципе да логично чтобы это было просто но со вкусом как на стараться надо так я здесь все прямо одному этому продаю он покупает все бегать там по этим кузнецам я не буду плане этом я как-то не хочу попадать единственный вот оставлю броню пусть будет потому что сейчас совсем скоро совсем скоро мы будем выдвигаться в клан черной горы сейчас подготовимся и уже иметь дело там с элементарными всякими которые будут нам портить и оружие и броню все остальное так нужно восстановить здоровье вот она исцеление от яда на выключение вот он здесь сорок одну монету бесспорно о попу она прям побежала к нам ну да для кота прям кайфушка вот счастье так давайте взглянем на товары глянем на товары а в товарах тут пустышка вообще нету ничего у меня кота нету поэтому лучше не буду болеть короны чтобы радовать кота а подожди красота по-прежнему 7 почему же ну сорок одну монету мы тебе заплатили тетя а ты как-то это не алло давай исцеление тогда а заклинание она знает и пипи пипи постой восстановить здоровье навык лечения исцеление от яда это 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 ну давай еще раз навык лечения спасибо так прощайте нет 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 она получается не лечь ну ладно зайдем тогда в туманные холмы а с другой стороны в принципе впереди нас ждут только големы крысы и все остальное можно в принципе не париться по торговле кстати это влияет да по моему красота она как-то идет такой вот бьет по карману скажем по кошельку по деньгам да можно и зайти в этот в туманные холмы так что у нас по плану давайте посмотрим здесь раскидался ожерелье не продал повесил так у этих ребят по инвентарю что не хватает табака чтобы сделать побольше побольше на ману и не хватает о так а это его альманах я думал это лайма так в черный корень можно сходить еще ага ну что давайте тогда сделаем перерыв пока да вирджил пока в магии пробивает да а и он уже научился делать даже большое лечение вот я предлагаю сейчас сделать перерыв за одно серия получится для ютуба немножко разделены будет ее поудобнее смотреть также будем считать что это конец шестой серии подписывайтесь на канал ставьте лайки там если хотите к посмотрите сами ребята все подписывайтесь на канал ставьте лайки в описании да и вот